итак дорогие друзья мы переместились на территорию самых радиоактивных гаражей которые находятся возле города припять многим из вас было интересно посмотреть как выглядят гаражи тут сразу же на территории вот такой вот радиационный фон 800 микрорентген в час при норме в 30 так что это место было обильно заражено радионуклидами то ли солдаты то ли ликвидаторы то ли мародеры открывали эти гаражи и составили все дорогие детали запчасти и так дальше некоторые гаражи солдаты ликвидаторы имели ключи людей заставили несмотря на то что здесь вот так сильно фонит 270 микрорентген в час довольно таки хорошо закрыта внутри тоже яма какие-то мешки лежат внизу ну снова все пусто уже остались какие-то вещи которые не представляли особой ценности на рынках вот здесь такой огромный гараж что множество дерево осталось вот ведь он был обшит даже деревом сверху праздник на воздушной арене увидите про самолеты вот рассказка на тужинском аэропорте 18 августа состоялся авиационно спортивный смотр посвященный 40-летию победе прочитать вам какие новости писала советская власть про сша и так слушайте лондон на 17 августа по сообщению информационного агентства рейтер соединенные штаты провели на полигоне в штате невада подземное испытание ядерного устройства по данным министерства энергетики сша отмечает агентство мощный взрыва не превышала 20 килотонн или например вот информация с токио токио мэр хиросимы такси а раки направил сегодня администрации сша телеграмму протеста против очередного ядерного испытания новый ядерный взрыв проведенный в сша на полигоне владельцы дни когда весь мир отдает дань памяти жертвам первой атомной бомбардировки представляет собой оскорбление мирового общественного мнения указывается в телеграме то есть что вы знаете да политику сша и политику советского союза во время холодной войны тогда они строили очень много объектов военных для того чтобы показать свою мощь и запугать оппонента так сказать но это очень так сказать грустное сообщение так как уже меньше чем через год здесь чернобыльской зоне случилась самая страшная авария а тут огромный подвал такой можно сказать что целый этаж еще вниз вот виде приборочка смотрите приборка от автомобиля это здание контрольно-пропускного пункта гаражного кооператива вот такой вот у них был быт здесь стоял стол стульчик и здесь сидел скорее всего охранник который проверял документы на входе гараж когда въезжала машина вот смотрите куртка химическая с химической защиты от костюма советского интересный какой фон от него нет не сильно загрязнен таким вот образом раздавливали с автомобиля для того чтобы мародеры не снимали с них различные детали либо полностью не вывозили не продавали этих автомобилей зараженные на рынках упаковка от кэмэла от сигарет нужно сказать что гаражный кооператив этот очень огромный наверное самый большой по припяти ну тут даже кто-то водичку оставил наверно сталкера вы видите труска вецкая современная либо сталкера либо мародеры какие-то современные уже ну на улице у нас по-прежнему радиационный фон повышен вот 620 микро рентген в час и сейчас мы пойдем в то место о котором вы нас просили очень давно это будет припятское кладбище где фон превышает нормы в тысячи раз ну смотрите остатки велосипеда небольшого такого единственные машины которые остались при пуске гаража вот уже радиационный фон еще повыше становится ну вон естественно пятнами выпал тут есть места с более менее нормальным фоном есть больше есть очень много вот видео почти вот уже 1000 микрорентген вот 700 видите он меняется постоянно 720 микрорентген это считается нормальной дозой за сутки то есть вот стоя здесь час если мы час здесь постоим мы получим суточную дозу точно точно также как мы получили бы максимальную суточную дозу в чистом месте в котором можно жить вот видите в пределах 700 вот час проведенный здесь это суточная норма а там дальше уже видно даже новый объект укрытия или по-простому новый саркофаг который недавно был возведен над четвертым реактором для того чтобы уменьшить влияние радиации и перенос радионуклидов по зоне друзья заходим на территорию кладбище семиходска это старое припятское кладбище и сразу видно что территория не дезактивировалась от радиации так как фон моментально возрос вот мы шли по дороге было там до 1000 а сейчас уже больше тысячи микрорентген в час вот видео уже две тысячи то есть представляете если сейчас здесь так фонит только сколько здесь фонила первые годы после аварии ну или первую неделю после аварии просто жесть была это же есть отсюда такая старая фотка очень атмосферная на фоне реактор типа кресты ну вот такие вот пироги и такие кладбища причем некоторые могилы даже ухоженные сюда людей пускают все-таки несмотря на такую сильную зараженность радиации тут немножко поменьше уже фонит это похоже территория какого-то могильника видите сколько всего здесь валяется вот так вот выглядит радиоактивное кладбище припяти 530 микрорентген дорогие друзья какие места мы посетили дальше вы увидите в моем следующем ролике а пока если вам понравился этот ролик пожалуйста поставьте мне палец вверх кто не подписан подписывайтесь на канал дальше будет все еще гораздо интересней спасибо что смотрите всем удачи всем 36.6 температуры увидимся вскоре